Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин, а с нами на связи из Киева политехнолог Николай Спиридонов. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, Михаил! Первая тема, которую я просил вас прокомментировать, касается сообщения о том, что достаточно внушительная группа российских артистов, выступавших накануне в Крыму, против нее возбуждены персональные уголовные дела прокуратурой. То есть, если раньше такие артисты, которые нарушали визовый режим и посещали Крым, не спросив разрешения в официального Киева, они попадали в так называемый черный список невъездных, им запрещались гастроли и так далее. А вот сейчас против них собирается, в всяком случае, так говорится, в сообщении прокуратуры уголовные дела по статье, и там грозит до трех лет лишения свободы. И с чем произошло вот это вот кардинальное изменение политики? Ну, во-первых, должен немного поправить, речь идет не о выступлении, которое было накануне, а согласно сообщениям о выступлении, которое было еще в 2018 году, вот при открытии этого так называемого Крымского моста, ну вот сейчас решили дать этому определенный ход. В целом, противостояние между Украиной и Россией нарастает. Если в Украине начали более активно преследовать представителей условного, скажем, пророссийского сегмента, Медведчука, его партию, то в России ответили тем, что запретили тем, у кого, украинцам, людям с украинским паспортом владеть какой бы то ни было землей и недвижимостью в Крыму. В ответ на это вот сейчас открыты уголовные дела против российских артистов. То есть это уже похоже на драку, что когда вы там спросите, а почему один другому дал, скажем, кулаком по носу? Ну, наверное, потому что до этого оппонент его тем же кулаком ударил в глаз, то есть тут уже вот идет такой обмен ударами, хотя если вы все-таки хотите лично мое мнение, то я считаю, что артисты, люди искусства, в целом творческие люди, они обычно во все времена поддерживали любую власть, редко вступали в конфронтацию, поэтому вот ожидать от российских артистов, что они не поедут в Крым в связи с тем, что Россия Крым аннексировала, но я думаю, с нашей стороны было бы достаточно наивно. Артисты, в принципе, если все-таки состоится объединение территории Украины, ее восстановление, то те же самые артисты тоже приедут в Крым, если их туда пригласят, и тоже споют уже в честь, соответственно, территориального восстановления Украины. То есть они как бы обычно стоят все-таки вне политики, поддерживая любую силу. Нет, это понятно, но тут во всей этой истории действительно есть несколько особенностей. Действительно, раньше они попадали просто в черные списки, сейчас против них возбуждено уголовное дело. Это достаточно серьезно, я к этому еще вернусь. Другой вопрос возникает, что Крым, помимо вот этих артистов, посещают, у меня нет точных цифр, но думаю, десятки тысяч людей, и посещают через территорию Российской Федерации, а не через территорию Украины или не спросив разрешения Украины. Против этих людей никаких мер не предпринимается, во всяком случае об этом неизвестно. Они не попадают в черные списки, они, наверное, потом могут с туристами приехать просто в Украину, и против них не будут возбуждаться уголовные дела. Вот на ваш взгляд, вот эта выборочность в пользу артистов, скажем так, она вызвана тем просто, что это известные люди, и это такой пиаровский ход с их помощью. Или же это действительно намерение официального Киева серьезно преследовать всех без исключения, кто будет посещать полуостров не через Украину? Ну, нужно отметить, что выборочность действительно есть. Действительно, под санкции уголовные дела попадают не все, но, возможно, это вызвано тем, что технически трудно против всех открыть уголовные дела, кто перетекал эту границу. Артисты отметились на громком публичном мероприятии, на открытии этого печально известного Керченский мост, его называют Крымский мост. Ну, в общем, они отметились, они были зафиксированы. А фиксировать весь вообще пассажиропоток, кто туда едет, технически достаточно сложно, если вообще возможно. И даже и артисты, я так понимаю, что если они не будут въезжать на территорию Украины, то им эти уголовные дела ничем не грозят. Если же они въедут на территорию Украины, тогда, возможно, им придется отвечать перед украинским правосудием. Вероятность того, что, скажем, их по какому-то запросу могут выдать в Украину, когда они, скажем, будут отдыхать в Европе или работать, ну, наверное, тоже близко к нулю. То есть, практически мы видим, что эти артисты не смогут ездить в Украину, но, собственно, Украина и не была для них приоритетным местом. Если сравнить рынок украинский для артистов и рынок российский, ну, рынок российский, извините, в несколько раз жирнее, поэтому в данном случае артисты с материальной и с практической точки зрения не так много очевидно и потеряли. Ну, тут есть одна такая история, которая может действительно иметь последствия. Я не знаю, честно говоря, будет она иметь и вообще гипотетически может ли она иметь, но тем не менее. Так совпало, что буквально там где-то месяц назад я беседовал с израильским актером и режиссером. Он много лет живет в Израиле, но выходец из Украины. У него здесь свое сообщество актеров, и вот он инициировал такое предложение, что те российские звезды, которые нарушают вот этот самый визовый режим, въезжают в Крым без разрешения Украины. Их нужно и в Израиле, скажем так, отлучать от гастролей, от заработков, и вообще запретить им сюда въезд. И так должно быть и вообще в других европейских странах. И я, честно говоря, достаточно скептически отнесся к его предложению, хотя мы здесь беседовали в студии, потому что, ну как это возможно, если они не преследуются в уголовном порядке, сказал я ему, в самой Украине, то что вдруг Израиль будет заниматься этими артистами? Ну вот теперь складывается такая ситуация. Украина собирается привлечь к уголовной ответственности, пусть и дистанционно, этих достаточно известных людей, если она доведет дело до конца, даже без их пребывания в Украине. И скажет, что они там осуждены, или к ним приняты какие-то другие меры, то получается гипотетически, что завтра Украина может обратиться в рамках своих взаимодействий с Израилем, Германией и другими европейскими странами с просьбой принять меры к этим людям там. А значит их могут, опять-таки гипотетически, лишить гастролей, как минимум, в этих странах? Или так далеко, на ваш взгляд, забегать не стоит? Ну довольно сложно это себе представить пока по состоянию на сегодняшний день. Наверное, это будет зависеть от дружественных отношений украинской власти с властью других государств. Но поскольку, к сожалению, дипломатически есть проблемы у Украины и с Израилем, и с большинством других стран Европы, то предполагать, что, допустим, израильская власть с радостью будет подыгрывать власти украинской, ну, наверное, будет довольно наивно, потому что у израильской власти, и, очевидно, и у рядовых израильтян, тоже там есть определенные вопросы. И по Бандере, о чем мы говорили на предыдущем эфире, еще там неполное было понимание по туристам израильским в Украине. Поэтому, соответственно, теоретически грозить пальчиком этим артистам можно, но, наверное, до таких вот серьезных, таких-то международных санкций вряд ли все-таки дело дойдет. Хорошо, понятно. Еще одна тема, которую тоже я попросил бы вас прокомментировать и рассказать, что в реальности происходит, касается сообщения, которое поступило буквально сегодня, в день, когда мы с вами разговариваем, о том, что на внеочередном заседании кабинета министров Украины было принято решение, что все без исключения иностранцы, вот тут дальше я не понял, то ли вообще не смогут прилетать в ближайшее время в Украину, то ли смогут, но на каких-то очень жестких условиях, карантина или пребывания, и это связано с резко ухудшившейся ситуацией с коронавирусом. Вы в курсе, что происходит? Насколько я понял, они должны будут предъявить свежий тест сделанный, и, в общем-то, большинство других стран мира поступает точно так же, как и Украина, в основном без свежего теста нигде не принимают, а если принимают, а потом выясняется, что человек болен, то опять-таки в том же Египте бывали жесткие ситуации, когда нужно было пару недель платить за пребывание, скажем так, в гостинице противокоронавирусной, но по факту там люди были как в заключении, там получали очень скромную еду через дверь, но при этом платили каждый день по 100-200 долларов и больше. Поэтому тут в данном случае Украина приблизительно похожие меры принимает, как и другие страны мира. Другой вопрос, что Украина некоторое время, вот еще во время правления президента Виктора Ющенко, немножко разбаловала всех туристов, что большинство представителей европейских стран, американцев могли спокойно в любой момент приехать без визы, то есть мы как бы таким образом туризм развивали, а сейчас, когда вводятся такие достаточно жесткие ограничения, ну уже Украина немножко начала вести себя по-другому. А насколько это правильно или неправильно, ну тут трудно судить, но похожие меры в том же Израиле, насколько я понимаю, тоже действуют. Нет, они во всех странах по-разному, например, в Израиле даже нельзя прилететь действительно, не имея тест с отрицательным результатом, но все равно, помимо этого, есть карантинные ограничения в том или ином виде. В Англии то же самое, нужно иметь на руках тест с отрицательным результатом и при этом 10 дней оставаться в карантине. И за это время еще дважды пройти тест. Везде по-разному. Соответственно, в Украине еще далеко не самые жесткие, правильно? Да, то есть есть, я хочу просто уточнить, потому что у многих тех, кто сейчас собрался в Киев, возникли вопросы по этому поводу. То есть, если я вас правильно понял, речь идет о том, что нужно иметь при себе тест с отрицательным результатом, но нет карантинных ограничений для прилетевших. Это по состоянию на сегодняшний день. Это понятно, у всех по состоянию на сегодняшний день. Дело в том, что кабинет министров Украины сейчас сделал курс на ужесточение этих условий, и поэтому вот на сегодняшний день так, но если желают сюда приехать, я бы посоветовал этот визит как-то отложить, или если не удается отложить, ну, внимательно следить все-таки за условиями, потому что они вот ужесточаются. А чем вызвано ужесточение? Что, ухудшилась ситуация? Ну, здесь есть две версии. Первая версия действительно ухудшение ситуации, и мы по статистике видим, что заболевающих стало больше. И вторая версия такая конспирологическая, но все же я тоже озвучу, что якобы таким образом украинцев подталкивают к вакцинированию. Но с другой стороны, если мы говорим о вакцинировании, то оно, хотя к нему и подталкивают, но оно недоступно для большинства рядовых украинцев. В основном вот лидеры общественного мнения, желающие могли вакцинироваться, представители власти, там некоторые популярные журналисты, но непонятно, зачем нужно рекламировать вакцинирование, когда его в массовом порядке нет. Одна известная одесская блогерша, даже очень жестко по этому поводу выразилась, написала, что это все равно, что во время голодомора рекламировать хлеб. Понятно, что хлеб нужен, но он просто мало кому доступен был в определенные печальные исторические дни. Так и тут так же. Вроде как многие понимают, что вакцинироваться нужно, но у рядовых людей просто нет такой возможности. А в чем проблема, что не хватает вакцины? То есть рядовой человек не может просто пойти, я не знаю, в поликлинику, на прививочный пункт и пройти вакцинацию? Не хватает вакцины, в этом проблема? Да, во-первых, не хватает вакцины. Европейский Союз же четко сказал, что не будет снабжать третьи страны вакциной, пока все не вакцинируются, скажем, их внутренние пользователи. И кроме того, что не хватает вакцины, определенно есть беспорядок с ее получением, с ее хранением, с очередностью. И плюс к тому, вакцина, которую получила Украина, ну, мягко говоря, не имеет репутацию самой лучшей. Поэтому пока вот только в рамках пиар-компании там вакцинировалось ну, несколько тысяч человек. И шутят злые языки, что такими темпами мы еще несколько лет будем вакцинироваться. Понятно. Николай, спасибо за ваш комментарий. Всего вам доброго. Спасибо и вам. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Киева был политтехнолог Николай Спиридонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова